Казахстан 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 Ну, вот так же у меня еврейский со словарем. Потому что не говорю на еврейском, но очень люблю этот язык. И когда я начал углубляться в Писание, я для себя перевожу его на современный русский язык, если не надо, наверное, на современный русский язык для студентов. И чем больше я углубляюсь туда, тем больше я нахожу те же жемчужины, о которых говорил Иисус. Вот, например, сегодня я хочу поделиться о той жемчужине, которую я нашел для себя. Мы все говорим, как в Северзаветах, да, как все надо на переводе. А когда я обнаружил, что на еврейском языке это сундук свидетельства, я его поражал. Потому что Бог сказал Моисею, положи свидетельство в сундук. Свидетельство. Когда я вот это обнаружил для себя, что положил в качестве свидетеля в Северзаветах? Моисею. Десятисловие. Слово. Потом я провел параллель, удивительный параллель, книги «Деяния апостола», 1 глава 8-13. Но вы будете моими свидетелями, когда сойдет на вас сила Духа Святого и так далее. Почему я это связал? Потому что я вспомнил историю, я помню всегда историю Израиля. Что Бог сделал с этим народом? Иногда люди, даже сами израильтяне, не понимают, кому они касаются. Не все, но частично, иногда не понимают, насколько велик Бог. И когда мы прикасаемся к Святому, на нас сходит Его сила. И эта сила, я всегда удивлялся, в чем сила слова? Всегда удивлялся и получил откровение от Бога. Сила Бога заключается, сила злого Бога заключается в простой вещи. Оно всегда исполняется. Оно всегда исполняется. И в жизни Израиля все обещания Бога исполнились. И до сих пор исполняются. Знают они Бога или не знают, но все равно исполняются. Потому что Бог верен Абраму, другу своему. Он дал это слово, и Он исполняет это слово. Но точно так же через Ешива мы получили эту силу. И где эта сила? Здесь. Потому что когда вы переводите с греческого, но вы примите силу. Вот это слово сила, оно на греческом звучит динамис. Откуда слово динамит? Потому что это слово может взорвать все. Оно может разрушить все и может заново сотворить все сам. Все сделать так. И вот у меня небольшое свидетельство. В моей структуре. Парень сидел на парапете на период на втором этаже. И начал падать. Он игрался ногами зацепился, нога зацепился, нога зацепился. Он начал падать. Она стянулась его спасать. И пока они летели, она оказалась внизу, он сверху. И она упала на месте. На втором этаже. И когда она упала, она получила сильнейшую травму. Подгрузение позвоночника. И страшная травма. Дала кровоизлияние мозга. Мозг был запорный в крови. И нужно было сделать сложную операцию, трепанацию черепа, чтобы очистить ногу. Таких денег не было, таких специалистов не было. В общем, ее потихоньку, потихоньку, через полтора месяца выдвали в полиции. А потом ее родственникам сказали, что ей осталось от силы месяц жить. И когда она начала что-то искать, вспомнила, ну, согласилась, что ей мало осталось. С Богом сейчас вышло. Только у нее один вопрос был. Куда я пойду? На небеса или на небеса? И тут она вспомнила одну женщину, ее зовут Сара. Казашка. Которая ей когда-то говорила свидетельство. Она начала искать, не могла пойти. Как-то с ней случайно встретилась в инвестиционном фонде, когда пенсию себе оформляла. А ей оформили вторую группу инвалидности. И мне отправили потихоньку украину. И вот она встретила ее. И так обрадовалась. И начала у нее спрашивать. И так пригласила ее в цех. В аптечскую цех. Причем пригласила ее на Микетову. Она пришла в церковь. В русская баптистская церковь. Ну, Галя, естественно, возмутилась. Куда она меня прогласила. Но потом она даже не стала заходить внутрь. Посиделась внаружи. И к ней подошла одна казашская женщина. Поскольку с ароми пришла. Когда она начала ей на ломаном казахском. Рассказывать о Боге. А потом пригласила ее в нашу общину. Казахскую общину. И она пришла к нам в среду. А мы в среду тогда, в 93-й год, мы занимались как в среду тем, чтобы переводить с русского на казахский. И вот она пришла, начала слушать нас, смотреть, что мы делали. И услышала, увидела вот это писание на казахском языке. И вдруг Господь ее коснулся через эти гимны. И она поняла, что там ничего не делая, она сейчас спасена. Просто приняла сердце в руках к ним. И она поняла, что спасена ей, спокойно собралась уходить. И к ней подошла еще одна наша сестра. Начала спрашивать ее в воскресенье в следующем же. Куда ты? Что ты? А мы уже в это воскресенье собираемся уезжать домой на родину, где нет. Чтобы там с потойным уже уходить. Я спасена. Но она ее подвела к себе домой. Три месяца она не заметила, как у нее пролетели дома. Не умерла. Потом был зверот чудо. Познакомил нас с ним, а потом Бог дал нам откровение. Мы пожелились. Бог нам подвел дал двух сыновей. Исаак. Нечтуя. Второй сын. Жесу. Ёсин. Одному шесту. Двадцать. Угодный. Двадцать. Свет. Двадцать. Но, наверное, не это самое важное. Она полностью исцелилась. Она полностью исцелилась. Это полностью исцелилась. Мы возили, что ее сняли, естественно. И самое большое чудо произошло в 2006 году. Мы пошли, что мы пошли, сделали там ограду из черепа. И чудо запрещалось в том, что там не было никакой. И все убрал Бог. Спина ее исцелилась. Потому что в 93-м году она даже толком ходить не могла. Потому что час-два походит, и ей надо было лежать почти пять-шесть часов, чтобы отдыхать. Вы не поверите, какой у нее вес был тридцать девять килограммов. Еле-еле ходить. Бог сделал чудо. Она исцелилась. Но самое важное, что это исцеление Бог показал ее семье. Через это ее отец. Ну, довольно-таки, наверное, такое. Как это сказать? Не сильно уберутым, но мусульманом. Ее мать, ее отец, ее мать, братья, сестры, там, девять человек. Все родственники. Все пришли к Богу. Все послевшие родственники. Огромно были родственники. И было даже такое у нас, когда мы поехали в 97-м году в деревню. И проповедовали там три дня. За три дня в этом селении, чисто казахском селении, 70 человек. И поэтому ее селение, оно там внутренний толчок. Вот та сила, которая была в ней. Вот этот динамик. Она даже этого не понимала, как это происходит. Но Дух Святой это сделал. И он такой же толчок дал ее отцу, поскольку у него был рак. Рак кожица. В 2007-м году по молитве эта болезнь была остановлена. И мы сейчас завозились. Он все еще живой. Он все еще славит в лесу. И я хотел вам просто сказать, что вот эти чудеса и знамения, которые происходят сейчас, сказали, среди казахов. Мы даже иногда не понимаем, какой мы силой внутри себя обладаем. Мы даже не понимаем, что Бог вложил в нас. Вот это свидетельство. Мы живые свидетели. Мы живые сундуки свидетельства, которые носят в себе вот это слово. Слово, которое может двигать горами. Слово, которое Бог творила всю вселенную. Бог вложил все это в нас. Но Бог очень умный Бог. Он очень умный Отец. Он вложил нас в Духа Святого. Он говорит, что мы что-нибудь не натворили через это слово. Когда мы это слово говорим, мы должны помнить. Вот это я для себя четко объяснил. Наше слово может делать самую удивительную вещь в этом мире. Я не говорю о том, что тут были деревья, скалы, поступали, чтобы море и так далее. Я говорю, самое удивительное вещь в том, что это слово меняет любви. Знаете, для меня неожиданно, потому что сегодня наши китайские братья здесь. Я вот недавно сиатрил. У нас как-то в Казахстане не очень заметно, я не знаю всего каких причин, не очень заметно большая разница между христианами и нехристианами. В Китае это вина сразу, на вооруженный взгляд. Вина кто верующий, кто не верующий. Сразу, моментально, и меня это всегда поражало в Китае. Но сегодня я хочу сказать, что тот же Бог, Адамена, который действует здесь в Израиле, действует и действует всегда. Тот же Бог действует в наших соседних Битаях и в нас в Казахстане. Тот же Бог, который любит нас, очень сильно любит нас. Это очень важное, помните, писает, что ни одно слово Бога, высший честный Бог, не возвращается к Богу, не исполняет того, что помогает вам, значит, вас делать. Так вот, Бог нам, своим детям, дал такую же силу, такую же способность. И когда мы произносим славу Богу, когда мы произносим Евангелие, все равно это Евангелие разрушается, что камень не чертает. И все равно тот, который мы проповедовали, рано или поздно, когда мы молимся о них с помощью Духа Святого, возвращается к Госуду. Поэтому мое желание, чтобы мы поняли одну очень важную вещь. Какой динамит мы имеем здесь. Это действительно, это сила невообразимая. Просто надо понять, насколько велика эта сила, которую Бог вложил в нас. Рано месоас, господь и всему Господу. Рано месоас, господь и всему Господу. Это действительно показывает истинную славу Божию. Что когда люди через одного, через страдание одного, просто несколько человек потом познают Господа. Это действительно удивительно. Еще раз спасибо. Я хочу теперь позвать вас, про Юрия. Тоже поделиться словом с нами, тоже с Казахстана. Погнал «Сказахстан». Вам нравится, когда вам едут приветствовать. Когда вас туда приветствуют, вам нравится ли? Когда мы приходим, мы приветствуем тебя, мои, и шуа, и все. Радится ли мне? Всем нравится? Не спешите радоваться. Однажды Иисус сказал горе вам, если вам нравится приветствия, это вот это вставание. Я скучу. Но нам, конечно, нравится, когда нас приветствуют, но нам, прежде всего, нужно учиться поговорить самим и говорить, я тебя люблю, я тебя приветствую, а не просто ждать. Некоторые люди ждут, вот здесь в церкви нету любви, потому что я никого не подошел, не поприветствовал, я никому не нужен, я пойду в другую церковь. Я говорю, сам, сам приветствую. То есть тебе нравится, когда тебя приветствуют, что-то здесь не в порядке. Нужно влюбить самому, приветствовать друг друга. Хорошо, я вас приветствую, даже если вы меня не приветствуете. Я вас люблю, я приветствую Казахстану. Я не казах, как вы видите, да? Вот у меня лицо немножко другое, но я живу в Казахстане, родился там, в Казахстане, и женился там, и у меня трое детей, очень красивая жена, и я живу за без откровений. Он по откровению женился, да? Я без откровений, просто влюбился, у меня трое детей, и так вот живу, и когда меня спрашивают, ты сколько лет верующий, я говорю, я пришли во матери верующую, потому что у меня бабушка верующая, мама верующая, я уже вот с таких вот лет меня носили, водили на собрание, в общем, ну, а в 17 лет меня Бог сильно затронул, и в 17 лет я как бы уже служу Богу и являюсь служителем, пастором в Казахстане. У нас где-то около 40 церквей по всему Казахстану, мы их насаждали, и в еврейская школа тоже. Вот, и привет от наших вот церквей из Казахстана, слава Богу за вас, что есть такая хорошая возможность тоже увидеть вас сегодня здесь. Я никогда бы не подумал, что я могу что-то в Израиле, еще как бы, слово, это большая честь для меня. И как бы я уже сколько лет проповедую, у меня, если бы вы знали, у меня сейчас немножко трещутся коленки, да, я немножко напугался, хотя вот все время проповедую, вы знаете, когда я вот сейчас думал, что сказать, Боже, благословение, благословение, да, а я потом подумал, что как бы не надо просить благословения, я вспомнил одну молитву, когда Иисус, он написан на Берусалиме, был и такие слова сказал, помните, он на сей час и пришел, да, уносился. А, душа моя возмутилась тебе, да, то есть ему было сложно, он что-то там переживал, он говорит, душа моя возмутилась тебе, и что мне сказать, говорит, Боже, Боже, прославил Игорь свою, помните, да, и пришел с неба голос и прославил, и еще прославил. Вы знаете, я вижу, что вот есть молитва, на которую Бог предназначально отвечает. Не просто благослови меня, Боже, прославь свое имя, он говорит, прославил и еще прославил. Богу нравится, когда мы все делаем по славу Его. И хотелось бы, чтобы вы так же и сегодня могли что-то из слова получили, даже, может быть, забыли, что какой-то Юра из Казахстана выезжала и Ахамад, чтобы вы запомнили, и запомнили, что Бог, который оставил нам свое слово, достоин всей славы, всей хвалы и всей чести. И действительно, будь прославлен. Хорошо, у меня надо дать много времени. И знаете, у меня есть желание из книги Луки одну притчу вспомнить, чтобы вспомнили с вами Лука 14 глава. Иисус говорил эту притчу. «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать с вами, идите, уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал, я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини. Другой сказал, я купил пять пар валов и иду испытать. Прошу тебя, извини меня. А третий вообще не извинялся даже. Ведь я женился, и поэтому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес господину и, разгневавшись, хозяин дома сказал, и иди скорее по улицам у Лука города и приведи сюда нищих, у вечных храмов, если бы. Вот такое место у меня вспомнилось. И, я не знаю, как у вас, здесь в Израиле, но у нас в Казахстане, ну вы, наверное, другие. Есть люди, которые, и мы склонны к тому, чтобы... Знаете, моя проба, как это называется? Отговорки. Я не знаю, отговорки, это значит называть не настоящую причину, чтобы не сделать что-то, да? И вот я понимаю, что в Палестине человек, который устраивал пир, он заранее посылал приглашение этим людям. И... Но он сейчас пир, он как бы не указывал. И вот приглашения сопровождались просьбой дать ответ. Я понимаю, что эти люди уже дали ответ этому господину прийти в назначенное время и в гости. Вы знаете, принять приглашение, а потом отказаться, это значит нанести глубокое оскорбление господину. И вот, и поэтому он очень сильно расстроился, что они не пришли. И давайте мы пойдем. Первый сказал, я купил землю, и мне нужно осмотреть ее. И, конечно, этот человек мог посмотреть землю заранее. И, знаете, это служило таким слабым оправданием. И оно принесло такое огорчение господину, который потратил много средств на пира. Второй, ну, купил, говорит, пять пар валов, и мне нужно у них испытывать. Это был какой-то богатый фермер, да, по-видимому. И, наверное, у него была и наемная сила, и люди, которые могли это сделать. Вот, а Треткий вообще коротко заявил, я женился, и не могу прийти. Вот, конечно, вот в Ветхом Завете, если читаете, человек женился, он целый год мог не идти там на войну, вот, и устроять свой дом с женой. И дом это такое приятное место, но очень опасно пользоваться им как-то эгоистично. И вот отговорки, знаете, для меня это стало ясно, что это не были настоящие причины. Хотя они звучали как настоящие причины. Когда, ну, знаете, я подумал, когда я не хочу, или мне не нравится что-то делать, или я ленюсь что-то делать, вот, или меня что-то попросили сделать, а мне это не нравится. Вот, и чтобы не говорить настоящую причину, и не выглядеть некрасиво как-то, и мы можем использовать отговорки. Отговорки. И вот хозяин, он так разгневался, когда получил отказ, потому что все перечисленное не было грехом. Желиться это не грех. Пойти испытывать волок это не грех. Землю покупать, быть бизнесменом это не грех. Приобретать недвижимость, да? Но в данном случае, почему он разгневался, что это не являлось истинной причиной. Истинной причиной, хотя и звучало так правдоподобно. Эти люди оказались нечестными по отношению к хозяину, и они прикрыли свое нежелание прийти на пир, вот под таким благовидным предлогом. Я занят таким важным делом. Знаете, наша плоть, а фактически она у всех одинаковая, в Израиле, и в Казахстане, и в Китае. Написано, что, чтобы мы не советовались плотью и кровью, наша плоть, она находит отговорки, мы умеем находить вот такие неистинные, неправильные причины, чтобы отказаться делать что-то правильное и неважное. Кто хочет, тот ищет возможности. Согласитесь, да? А кто не хочет, тот находит отговорки. Годы. Почему не пришел на собрание? Почему перестал посещать наши собрания? Почему там где-то не хочешь нести благую весть? Почему, может быть, я не знаю, у вас домашние группы есть? Мы когда спрашиваем, плохо себя чувствовал, далеко идти, не хватает денег, у меня жена или муж неверующая, хочу побыть семьей, строю дом, у меня бизнес не могу оставить. И все это как бы правильно. Ты не можешь человеку ничего сказать. Это вроде правильные вещи, но оно может быть и правдой, а может стать и отговоркой. Знаете, вот прикрытием того, что мы не хотим. Мы порой боимся другим, и себе даже признаться, что мы порой не можем. Что у нас остыло желание общаться, что у нас когда-то появилась лень, что нам, может быть, хочется поспать побольше, да? Исчезла, самое главное, страсть по Богу и по Дому Божьему. И Бог однажды, пророку Иеремию, он через пророк Иеремия важные вещи говорит, иди, говорит, расскажи моему народу. Я, говорит, вспоминаю о днях юности твоей, когда ты была еще невестой, и когда последовала за мной в землю незасеянную, в пустыню. То есть Бог говорит, куда делась твоя ревность и страсть? Ведь это было, я помню. Я помню, когда ты начинал идти за мной, когда ты только пережил первую любовь, ты готов был идти даже в пустыню, в землю незасеянную, и делал это с радостью, а не воздыхает. И мне грустно, что сейчас это не так. Ты находишь любые предлоги, чтобы не общаться со мной, чтобы не любить Дом Божий, и ты стал находить их, чтобы не служить мне. А на самом деле истинная причина это потеря первой любви, страсти, желания, огня. Помните одной церкви в книге в Откровениях? Он говорит, ты, знаете, когда читаешь это, Ефесская церковь, это прекрасная церковь, Он говорит, ты имеешь терпение, дожи апостолов разоблачают, ты трудишь для них, но Он говорит, именем против тебя, ты оставил первую любовь, ты оставил первую любовь. Если ты не изменишь что-то в этом направлении, то Я сдвину твой светильник, покайся и будь ревностным. Знаете, очень важно не просто служить Богу, приходить, но быть очень ревностным. Богу нравятся такие люди, которые горячо и страстно служат Ему. Иначе, приду и сражусь с тобой, покайся. У Сергея написано, нам нельзя ослабевать, духом пламенеть всегда нужно, и тогда не нужно будет искать никаких отговоров. Вы знаете, для меня была пример, моя бабушка, которая веровала еще в годы войны, и вы знаете, они в деревне были всего две сестры, которые уверовали, эта Песиарская церковь была, нет, в деревне не было церкви, а была церковь в Алма-Ате. И для того, чтобы по воскресеньям туда идти, а муж ее был неверующий, ей нужно было 50 километров идти, там, чемолан, знаешь, туда, 50 километров нужно было идти. И вы знаете, они в субботу выходили, всю ночь шли, чтобы по воскресеньям прийти, провести собрание, потом весь день там быть, и потом опять на ночь уйти, и только в понедельник прийти домой. И они никогда не пропускали собрание. А когда еще домой приходила, дед был неверующий, он ее еще избивал несколько лет за то, что входила на собрание. 50 километров идти пешком, и зимой, и летом не пропускали ни одного собрания. Я не знаю, как вам, но мне это было очень... Я говорю, как можно? Знаете, наш Бог достоин, чтобы мы Ему любили очень сильно. Потому что Он достоин, достоин такого отношения к себе. Потому что этот Бог является очень большой ценностью. И для меня это очень хороший пример. Очень хороший пример. И Бог говорит, я хочу, чтобы Ты с ревностью слушал Мне и любил Меня всем своим сердцем. И Павел говорит, смотрите, чтобы вы не обленились, чтобы огонь на жертвенке всегда горел. И желаю, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности и надежды оказывал такую ревность до конца. Очень некоторые говорят, ой, я вот такой ревностный был в начале, когда уверовал. Ой, я такой ревностный был. А что тебе мешает быть ревностным и горячим сейчас? Согласитесь, что не нужно искать никаких отговорок. Очень важно быть ревностным, здесь написано до конца. До конца. К сожалению, так немало есть людей, которые раньше, видно, как они горели, как стремились, как любили Бога. И ничто их не могло с нами. Смотришь сейчас, сдулись, смотришь сейчас уже, вот как бы, и могут пропускать общение, им и оставили служение для меня, что-то это важно. И находят причины, которые правдоподобны. И нельзя ничего сказать, что... Отговорки, знаете, говорят, что это... А научиться отговорки это значит научиться красиво обмануть. Понимаете? Она звучит так правдоподобно. Вот что ты на меня так серьезно все смотрят? Сильно серьезная проповеда. Вот. Чтобы... Нам очень важно, а моя мысль такая, чтобы быть честными с Богом. Знаете, пробуждение, знаете, с чего начинается? Мы сегодня слышали, что в Хазе придет пробуждение. Я понимаю, что пробуждение, знаете, с чего в нашей жизни прежде всего с нас самих начинается? Пробуждение начинается тогда, когда мы честными становимся при Боге. Истинно. Когда мы не лукавим. Когда мы не лукавим. Мое желание просто сказать об этом, чтобы мы посмотрели свое сердце. и отказались от всяких отговоров в своей жизни. Потому что, знаете, это форма лукавства. Описание говорит, смотрите, чтобы ни в ком из вас не было сердца лукавого. чтобы вам не отступить от Бога живого. Сколько много мы знаем людей, которые отступили от Бога? Очень много. Я думаю, если бы сейчас, когда вот началось, у нас такое пробуждение, тоже в Казахстане, там десятки, десятки, сотни тысяч людей приходили к Богу, и почему-то они отпали. Где-то их сейчас нету, они ушли. Почему? Я, знаете, я заметил, что люди отпадают от Бога в основном не потому, что они любят грех, или там согрешили, вот ушли. Конечно, это может быть отчасти так, но я заметил, что люди отпадают от Бога, когда начинают быть неискренными, когда лукавить начинают. Когда какой-то грех совершать, и мы находим отговорки, чтобы не покаяться, чтобы начинать притворяться. И люди отступают, здесь как Павел говорит, смотрите, чтобы в сердце не было лукавства, чтобы вам не отступить от Бога. Оказывается, мы можем даже в церкви отходить, но уже отступить от Бога, если в сердце не попало лукавство, если мы начинаем притворяться, быть хитрыми. Извините, это не доставляющая проповедь, да, но я вижу, что это очень важно, да? Очень важно услышать, и чтобы не отступить от Бога, очень хорошо прийти к Нему, очень верно, и сохранить до конца. А лукавство, оно даже мешает нам покаяться и получить прощение от Бога. И когда Бог подошел к Адаму, Он говорит, что ты сделал? Помните, Он говорит, Адам, где ты? Он спряпался. Что ты сделал? Он говорит, А, это жена, которую ты дал мне. Она виновата. То есть, уже там началась отговорка в Великобритании, в Саду, это не я, это там, а жена там, по-моему, на змея, да, говорит, это змея, да, это он. Вот. Общение говорит, что кто скрывает свои преступления, не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. То есть, нельзя жить с этими хитростями, с отговорками, чтобы нельзя изворачиваться. А вот еще одно место я хочу вспомнить из песни песней. Это пятая глава, когда невеста, она просит своего возлюбленного прийти к ней, прийти к ней, и вот он приходит, стучит, я вчера тоже об этом говорил, и вот такие слова. Я сплю, сердце мое бодрствует, вот голос моего возлюбленного, который стучится, отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя. И она ему отвечает, я скинул архитон мой, как же мне опять надевать его? Я выпала ноги мои, как же мне марать? Возлюбленный протянул руку свою сквозь скважину, и внукленность моя взволновалась, я встала, чтобы открыть возлюбленного моему. Когда я открыла, возлюбленный повернулся и ушел. Знаете, много комментировать не надо это место, но что это как не отговорки. Посмотрите, если вы читаете книгу «Песня без нее», она так его зовет, возлюбленный, ты лучше десяти тысяч других, для меня отношение с тобой это самое важное, ценное. И вот он проверил, он приходит, говорит, она говорит, слушай, я уже легла, мне так тяжело встать. И вот неужели ты так его настолько любишь, что неужели ты так настолько устала, неужели одеться и открыть тяжело, неужели возлюбленный пришел не вовремя, неужели все это дороже отношений с твоим любимым. это отговором. Вспомните, когда мы влюблялись, всегда, потому что мы тоже все влюблялись в молодости, когда какие-то свидания, там непогода, расстояние непомеха, сон непомеха, когда остывает наше сердце Богом, тогда мы начинаем искать отговоры, чтобы не общаться с Богом, ни с церковью, ни с близкими. даже и не заметишь, как отношения с Богом начинаются уже религиозными становиться, поверхностными, формальными, да, она, Саня говорит, что ловители семян, которые портят виноградники, вот эти мелочи, казалось, там отговор где сделал, там где-то притворился, там где-то, вот, и эти вещи, они настолько могут разрушать нас и наши отношения с Богом, наши отношения с Богом, и я сейчас уже подойду к концу, Давид говорит, блажен человек, в чьем духе нет лукавства, блажен человек, то есть счастливый тот человек, который Бог с искренними, как он поступает? Бог с искренними поступает, с лукавыми по лукавству его, вот Израиль тянет, которым нет лукавства, я верю, что нужно и можно жить без притворства и отговоров, и веди нас, Господь, да, воискушение, но и спать от этого лукавства. Бог прекрасно разбирается, когда мы не можем и когда мы не хотим. Знаете, я вспоминаю историю, когда Давид, на него, его семью забрали, амаликитяне, если не помните, когда он был там, вы знали, его забрали, он приходит домой, и там эти мужчины приходят, амаликитяне забрали их семью, жен, детей, и он так сильно расстроились, хотели его побить камнями Давида, и он укрепился надеждой на Господа, и говорит, догоню их или нет. И вот шестой человек идут с ним, помните, они догоняют долгое время и потом подходят к одному, к одной преграде, когда река была, и написано, где 200 человек не могли перейти, а 400 пошли дальше, догнали его в свои семьи и возвратили, богатство взяли, а вот эти 200 не могли перейти, но очень хотели. И когда Давид возвращается, он одинаково делит добычу тем, которые туда не ходили. Помните эту историю? И те, которые воевали, даже те 400 человек начали злиться, и почему нас сравнял с теми, почему одинаково раздал добычу? А Давид видел этих людей, потому что они очень хотели, но не смогли. Понимаете, да, Бог прекрасно понимает, нам не нужно стыдиться в своих слабостях, у нас есть слабости, нужно научиться делать все, что я могу. Помните об этой женщине, которая помазала его миром, она сделала все, что могла. И где-нибудь проповедано Евангелие, везде будут о ней говорить, сделай все, что можешь. То, что не можешь, Бог не будет себя с этого спрашивать. Нам должно быть стыдно за отговорки, а не за наши честные слабости. Ты немного имеешь силы, но не отрекся от имени понимаем. Бог знает, сколько мы имеем силы. Иногда люди говорят, если я начну жить без отговоров, то меня все начнут использовать. Как я смогу туда внушить? Я не смогу так жить. Я нужно беречь себя. Вновь начнут употреблять. Такой страх приходит. Я уверен, что Бог дает и силу, и благодать, и радость, когда мы решаемся ходить во свете. Аминь. Ходить во свете? Ревека, когда попросила Елизер у ней попить воды, она не только ему дала воды, но еще и всех верблюдов напоила. Помните, тебя просят одно поприще, ты можешь идти с благодатью еще другое поприще? Вы, или я что-то может быть непонятно говорю? Все понятно, да? Она еврейка была. Как? Она еврейка была, да. Вот и даже не просила, вы знаете, напоить верблюдов, там это несколько, каждый верблюд, по-моему, постой это все певое. Она черпать надо было, да? Не просили ее, она это сделала. Вот и отговорки. Она же одного короба, Бог, помните, зовет, иди, неси моему Ивану народу моему слову. А он говорит, я молод, не могу прийти. Кто это говорит? Завтра. Кажется, я резко. Я молод, не могу как-нибудь и он, иди в Неневию, не могу говорить, да, я молодой. И он, иди в Неневию, но, видимо, правда, я знал, что ты милостивый, это тоже. И так бы с ними не наказал бы, и поэтому я не пошел. Нет времени. Идите проповедуйте. Кто пойдет для нас, и сам, я не стал по сторонам, смотреть, искать, отговорит, он сам говорит, вот я, пошли меня. А Моисей, когда его Бог призывает, идти, освобождаем мой народ, а он говорит, кто я? Бог ему объяснил, кто он. Он потом говорит, да мне не поверят. Бог ему говорит, вот тебе же, чудеса, чудеса будешь делать. Потом он опять говорит, ну я заикаюсь. Он говорит, я и могу заик использовать, да, вот и я даю благословение. И Бог его как бы везде, отговорки, 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 и потом еще все равно он говорит, пошли другого. Пошли другого. Гнев Бога сгорелся, когда Моисей эти отговорки искал. И знаете, на все отговорки Бог дает ответы, но все равно Моисей не соглашается. Мы думаем, это такая скромность, но это не верие. Может, кого-то Бог призывает к какому-то служению. Я молод, я не могу, я заикаюсь, у меня нет образования, я куда-то школу не кончил, да, Бог говорит, я тебя зову. Знаете, это очень, очень, как бы, ответственно перед Богом отказаться от того, почему Бог меня призывает. Я понимаю, я так подумал, если бы я знал, что меня ждет как пастора, то я бы никогда не согласился быть пастором. Но меня Бог тоже позвал, поставил, и потом постепенно вот эти нагрузки приходят, да, там всякие сложности. Если бы сейчас я говорю, Господь, вот у тебя мудрости столько хватает, ты же шаг за шагом едешь, и сразу нагрузки какие-то серьезные деньги. Вот эти, вот я верю, что нам можно и мы должны жить без всяких отговоров. Аминь. И вот еще, мне сейчас на память пришла вот эта история с Исфирием, когда Амман, он хотел уничтожить, геноцид устроить Божьему народу. Помните, вот он, ему не поклоняется, Мартахей, он настолько разозлился, что он говорил царя, уничтожить Божий народ, уже время назначил, уже заплатил, все, но Бог, все иудеи начали поститься, и Мартахей, он сказал, через кого-то из Исфири, которая уже была царицем, и он ей сказал, ты иди к царю, и начинай говорить им об этом, чтобы заступиться, потому что ты единственная, кто может войти к царю. И она говорит, я не могу идти к царю, потому что я не звана, не звана, а если я без разрешения войду к царю, то это сто процентов смерти. И вы знаете, он ей не сказал, ну ладно, да, это непреодолимо, он ей сказал, не для этого ли времени ты вообще стала царить? Неужели это уже на случайность? Неужели думаешь, вот, не поэтому Бог тебя выбрал из сотен вот этих красавиц? И что ты думаешь, красивее всех? Бог так сделал, что ты стала фаворитной, что ты царицей стала? И говорит, если ты не пойдешь, то Бог найдет другого места, как защитить свой народ, а ты погибнешь. И она говорит, хорошо, поститесь, я пойду. То есть, вот это все, мы склонны, мы склонны отговорить, мы склонны, нам тяжело идти на какие-то трудности, страдания, на крест, взять, да, Иисус говорит, кто не берет креста, следует за мной, и наша плоть, она ищет, она, куда найти легкий путь, найти, без креста, Иисус говорит, кто не берет крест и следует за мной, и не достоит меня, не может быть моим учеником. Это я покажу маму, он говорит, сколько он пострадает за меня, да, но быть честным перед Богом, Бог дает все необходимое для того, чтобы мы исполнили волю перед Богом. Может ли мы сегодня сказать, Бог, я всегда был честен перед тобой, я никогда не лукавил, я не хитрил, я не смаливал на других, я не искал легкой жизни, я не был наемником. Давайте, зрелые христиане, они берут ответственность за себя, они не просто говорят это он, это она, это из-за него. В конечном итоге, знаете, отговорки приведут к разрушению, хотя временно могут помочь нам. Вчера, давайте склоним свои головы перед Богом, давайте мы, я не знаю, что-то поговорить с Богом, если что-то в сердце есть или начинается. Я много примеров привел, я вот эту свою пропасть так ждал, я где-то час говорил в церкви себя, но сейчас за 15-20 минут, но основную мысль, я верю, что мы должны понять, нам нужно быть открыты для Бога. Если Бог призывает нас, если Бог зовет нас, если Бог, давайте скажем, Бог, если эти отговорки были простимыми, если я потерял эту бедную любовь и уже начинаю притворяться, начинаю искать какие-то обходные пути, обходные пути, вот таким становлюсь теплым христианином, близко отмечаться, приходить, да, страсть, ревность приходит, Бог, я прошу тебя, прости меня, я хочу быть ревностью, а может, вот эти вот отговорки начинают мешать этим страстным отношениям с Богом. Господь, мы склоняемся перед тобой в молитве и мы смиряемся под белую руку Твою, ты сердцеведец, ты все видишь и все знаешь. Господь, ты сказал нам в своем слове, чтобы у нас никогда не было сердца указства, чтобы не отступить от тебя. Пусть эти отговорки навсегда уйдут из моей жизни, из жизни, Господь, твоего народа. Господи, чтобы мы искали, Господь, желание и возможность исполнить твою волю, а не сбежать с этого пути. Отец, чтобы мы искали всегда желание отношений с тобой. Господь, если нужно страдать с народом Божиим, нежели иметь временные, греховные наслаждения, дай нам поступить, как поступил Моисей, который отказался называться в их сыном, дочери фараонов и захотел пойти и переживать эти трудности. Господь, и мы молимся, чтобы нам не слушаться своей плоти, не слушать, а советом плоти услушать тебя и исполнять твою волю. Господь, во имя Иисус, Иша, и Иешуа, наслыха мы молимся, благослови нас, прости нас, и мы хотим, Господь, начинать по-новому служить тебе, Господь, и продолжать служить тебе горячо и ревностно, и мы принимаем твои благословения, и со всего тебя славы. Аминь. Слава Господу. Спасибо вам большое. Я просто хочу действительно засвидетельствовать и до Юры тоже, что то слово, которое он говорил, действительно под Божьим помазанием, и мы в последнее время молимся старейшинами о общине, о какой-то конструкции в общине, и тоже одно из слов, которые мы получаем, что Бог говорит, ты не горячий, не холодный, ты теплый, что мы находимся в таком состоянии, ну вот, когда я захочу, я что-то делаю, когда мне не очень хочется, я нахожу вот эти вот отговорки, и Господь хочет нас возбудить, чтобы вот этот вот огонь первой любви, про которую Юра рассказал, действительно проснулся, чтобы огонь пришел изнутри, и знаете, одна из проблем у верующих, которые уже со стажем верующий, что зачастую мы живем нашим прошлым, мы помним, как когда-то мы служили, как мы горели сильно, и человек, у него такое чувство, что это и сейчас с ним происходит, хотя на самом деле он уже давно остыл, и все, что он делал раньше, он уже не делает, но в голове у него такие мысли, что он поступает так же, как и когда-то, это своего рода обман, который на самом деле не присутствует твоего жизни, вот это вот, вот это вот горение, вот это вот Божье пламя, и очень важно признаться самому себе, что я остыл, что я не поступаю, как раньше, что вот этот огонь, он давно уже угас, и Господь просто призывает, и думаю, через эти вот слова, которые Юра говорил, проснись, проснись спящим, пусть этот огонь действительно придет нашу жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин